Легко ли сегодня быть инвестором в России? Каковы перспективы у иностранных компаний, уже работающих в стране, и тех, кто только планирует начать бизнес? Обо всем этом и многом другом говорилось на форуме представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации «It's time for Moscow», прошедшем в декабре в Москве. Уже в третий раз журналистов пригласили для откровенного, честного разговора по всем самым острым и актуальным вопросам ведения бизнеса в России, сегодня в новой, непростой, но вполне привлекательной для бизнеса обстановке. Организаторы форума правительства Москвы рассказали о том, как российская столица меняется, о перспективах ее развития, о проблемах и достижениях. Иностранные предприниматели, кто уже работает здесь, поделились своим опытом ведения бизнеса в России в условиях кризиса и санкций. Они подтвердили, что любой кризис – это новые возможности для людей, думающих, готовых к изменениям и способных на нестандартные решения. В России происходит много вещей. К сожалению, наши СМИ, наши итальянские, американские и так далее, говорят только о плохом, что в России. А я со смелым другом, у нас есть там YouTube-канал, мы решили говорить в этом канале о хорошем, которое есть в России. Потому что в любом там РБК, там Ведомос, в любой журнале есть хорошие новости. Люди уходят, но другие приезжают сюда. Американские инвестиционные фонды инвестируют в Россию. Поэтому есть тенденция, кто-то уходит, ну пожалуйста, идите дальше, без проблем. А есть кто-то заниматься этими пустыми нишами. Один пример на всех, General Motors уехал, и китайцы, и Ford занимаются этими местами. Поэтому есть много чего хорошего, которое здесь происходит, но мало кто об этом говорит. Сейчас есть те бизнесы, которые, ну, те владельцы бизнеса, которые отпускают руки, грубо говоря, которые говорят, что вот уже как-то, ну, слишком сложно, слишком мне интересно и так далее, да, курс такой и так далее. Ну, те, которые, может быть, менее энергичнее. Есть те, которые продолжают, и на самом деле, как вы правильно сказали, да, ветер меняется, ну, что ругать ветера, да, вот он такой, курс такой, это вот новый реал, он такой. Но если смотрите, это открывает очень много возможностей. Инвестиционный и экономический потенциал Москвы активно развивается. И этот процесс уже не остановить никакими санкциями и кризисами, отмечали на форуме. Москва давно стала интересным местом для ведения бизнеса, привлекательной для посещения и удобной для жизни. По планам столичных властей, уже через 10-15 лет в городе будет комплексно освоено дополнительно 2,5 тысячи квадратных километра новых территорий, где разместится более 100 миллионов квадратных метров жилой офисной технологической недвижимости. Амбициозным проектом станет строительство третьего транспортного контура. В том числе законодательно. Город же продолжает принимать различные меры и менять свое законодательство для создания более прозрачной и комфортной среды для инвесторов. Недавно был Московской городской думой принят новый закон о защите инвестиций, что кардинально изменило подход города к инвесторам. Поэтому я думаю, что инвесторам не стоит ничего бояться. Жизнь в Москве не остановилась, она будет продолжаться. И любой кризис – это, конечно же, не только трудности, но и в первую очередь возможности для дальнейшего развития. В Москве уже работают масштабные инвестиционные программы по самым различным направлениям – строительству, торговле, производству, спорту, культуре, коммунальному хозяйству. Принято решение о создании в инновационном центре Сколково медицинского кластера с привлечением иностранных специалистов, что ранее было невозможно. По закону в России могли работать только врачи с российскими дипломами. Теперь эту норму пытаются изменить. Иностранным специалистам сдавать в концессию целые медицинские комплексы. Больницы, госпитали. Прецеденты в Москве уже есть. Кроме того, реализуется масштабная программа по реинновации бывших производственных и депрессивных зон, которые раньше никак не были задействованы в жизни города. Создаются современные технопарки и бизнес-районы. Мы показывали и обменивались с коллегами международными и гонконгскими, китайскими по городостроительному развитию. Во-первых, я могу сказать, что мы пытаемся как губку впитывать опыт международный по реализации крупных проектов. И в этом плане, наверное, первое, что можно отметить, для нас опыт развития новых территорий, в буквальном смысле новых, потому что Гонконг активно создает землю, почву, создавая на бухте Виктории новые земли. Развитие этих проектов и в контексте Москвы-реки, то есть развития водного фронта, и в контексте вообще девелопмента такого частного государственного городского. Этот опыт, в общем, бесценен. И нам очень понравилось. Мы с делегацией были и в новом проекте «Восточный Кулун развития» посмотрели. Просто для нас, я считаю, что хорошая модель, как государство осуществляет девелопмент с привлечением частных инвесторов. Мне кажется, это просто тема актуальнейшая для города. Помимо бизнеса, на форуме активно обсуждался вопрос поддержки российских соотечественников за рубежом. Создание единого русскоязычного информационного пространства. Участники «Круглого стола», прошедшего в Центре международной торговли, говорили о важности создания положительного имиджа Москвы как столицы России. На эти цели направлена и государственная поддержка. Но самое главное – это свидетельство иностранцев, живущих в Москве. Им здесь уже давно хорошо. Я здесь сам живу уже 18 лет, скоро будет. И вижу, насколько город изменился действительно в лучшую сторону. И стало здесь и легче жить, и легче работать. И инвестклимат лучше стал. А инвестклимат – это приблизительно аналог репутации. Репутация – вещь, которая строится очень медленно, маленькими-маленькими действиями и последовательным поведением, что Москва и московское правительство и делает. Иностранным журналистам показали самые разные стороны жизни и деятельности столицы. От строительных объектов, инновационных центров до дворцов, усадеб, заповедников и необычных музеев. Таких, как бывший правительственный бункер, построенный еще при Сталине на случай ядерной войны с США. Все эти объекты могут стать сегодня местом приложения иностранного капитала и уже становятся. А журналистам, набравшись впечатлений, было чем поделиться сначала друг с другом, а потом и со своей аудиторией в своих странах. Я считаю, что благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину наш имидж страны укрепился не только внутри нашего государства, но и во внешних границах. И данные мероприятия помогают понять, что это действительно так. Представители различных национальностей, различных стран, несмотря на какие-либо конфликты в мире, общаются очень доброжелательно, говорят о сотрудничестве. И мы собрали неимоверное количество полезных контактов, которые, я уверена, что помогут нам как в развитии бизнеса, так и в развитии нашей прекрасной и дорогой страны. Подводя итоги форума, организаторы постарались опровергнуть тезис о том, что иностранные инвестиции в Москву и Россию – это, как правило, долго, дорого и сложно. Теперь это легко и правильно. А журналистов пригласили к дальнейшему диалогу уже в следующем году на той же площадке в Москве под названием «It's time for Moscow». Субтитры создавал DimaTorzok